Пушкинские горы На земле, подаренной Елизаветой Абраму Петровичу Ганнибалу, в Петровском и Михайловском жили его потомки, одним из которых был дед поэта Осип Абрамович Ганнибал. Он являлся основателем Михайловского имения. По воспоминаниям современников, их записям воссозданы интерьеры кабинета, комнаты няни и гостевая, гостиная, зальца, столовая. В зальце поставили бильярд, на стенах штофные обои. Дом стоит на высоком берегу Сороти, в окружении Большого парка, который был заложен дедом поэта. Рядом усадебные постройки, в том числе и летний домик няни. Арина Родионовна – это тот человек, кто помог поэту познать свой родной язык и его богатый образ. Сам поэт подмечает, мастериться ведь была и откуда что крыла, и куда и разумные шутки, приговоры и поутки, и были цевелины православной старины. Широкая еловая аллея, которую разбил дед поэта Осип Ганнибал в XVIII веке, проходит через весь парк Михайловского, разделяя его пополам. Она служила въездной дорогой в имение. В Михайловском парке, выращенном Осипом Абрамовичем Ганнибалом, дедом поэта, есть аллеи из старых раскидистых лип. Специалисты утверждают, что строки «Я помню чудное мгновение» родились у поэта во время прогулки по этой аллее. Анна Петровна, гостившая у родственников в Тригорском, слушала новые главы Евгения Онегина, которые ей читал автор. А признание поэта в любви она нашла среди страниц книги. Пушкин приходил сюда, чтобы писать свои стихи. Как счастлив я, когда могу покинуть докучный мир столицы и двора, и убежать в тенинстые дубравы, наберегаться с молчаливым плодом. Усадьба в Тригорском стала принадлежать Осиповым вульфам с XIX века. Александр Сергеевич, частый посетитель имения, проводил в этой дружной семье многие счастливые часы. Путь туда лежал по лесной дороге мимо озера. Именно с обитателей этого дома поэт писал образы героев романа Евгений Онегин, списывал бытовые сценки помещичьего быта, а после ошеломляющего успеха поэмы имение Осиповых прозвали в кругу друзей. Домом Ларинах. Древнее городище – памятник героического прошлого русского народа, находится в трех километрах от Михайловского, на левом берегу реки Сороти. Это было одно из стратегически важных оборонительных укреплений по защите юго-западных подступов к Апскову. Одновременно Воронич контролировал торговый путь из русских городов в Литву и Польшу. Основан он был в XIV веке. В XV здесь уже стоял довольно крупный населенный пункт. Сохранившиеся документы утверждают, что здесь было несколько монастырей, а количество дворов доходило до 400. Достигший максимального расцвета в XVI веке, Воронич был разорен войском Стефана Батория. Находясь под впечатлением преданий и окружающей старины, Александр Сергеевич сделал пометку на рукописи Бориса Годунова о том, что она писана бысть в 733 году Алексашкой Пушкиным на городище Воронича. Деревня Петровская была подарена в 1742 году императрицей Елизаветой сподвижнику Петра I Абраму Петровичу Ганнибалу в честь императора селения и получила свое название. Здесь, на Михайловской губе, стали возводиться постройки, которые стали родовым гнездом поэта. Позже имение унаследовал второй сын Ганнибала, который возвел новый господский дом и разбил парк. Александр Сергеевич приезжал в Петровское к двоюродному деду, который занимался изучением истории всей семьи. Тот накормил его обедом, угостил водкой из собственного винокуренного завода и рассказал немало интересного про жизнь своего отца. Поэт использовал эти материалы в написании произведения о раб Петра Великого. В 60-е годы XVI века в небольшом поселении Синичьи горы по указу государя Ивана Грозного появилась Святогорская обитель. Укрепленный деревянным частоколом монастырь поставил псковские воеводы Юрий Токмаков. Обитель выполняла роль Центра Православия и служила военным форпостом, охраняя северо-западные рубежи русского государства. В конце XVIII века вокруг монастыря построили каменные стены и Синичьи горы стали называть Святыми Горами. Находясь в ссылке, поэт посещал соседнее село, чтобы игумен Святогорского монастыря Иона мог засвидетельствовать его благонадежность. Кроме того, Пушкин работал в библиотеке монастыря и изучал архивы. Здесь ему удалось найти нужные материалы, использованные позже при создании трагедии Борис Годунов. Одними из жертвователей обители были ганнибалы, родственники Пушкина по материнской линии. За это они получили право быть погребенными возле алтаря главного монастырского храма Успенского собора. Здесь поэт похоронил свою мать и внес 10 рублей за собственное погребение. Субтитры создавал DimaTorzok